У меня сегодня будет такое первое выступление, разогреть, разбудить, показать кое-какие инструменты. Давайте я тогда сразу начну показывать свой экран. Выступление у меня будет в формате без слайдов. И моя основная задача для этого выступления была, это показать некоторые инструменты, неографические, которые могут пригодиться в жизни интеграционного разработчика и интеграционной аналитики. Я буду показывать примеры на базе SAP CPI. Мы увидим, что достаточно много инструментов, они достаточно универсальны. Часть из них, в принципе, универсальных, можно использовать для любого другого продукта. Часть инструментов можно адаптировать. Почему я выбрал тему терминальных инструментов, CLI и TUI инструментов? У нас очень много графических инструментов. И если говорить про CPI как разработчик, в основном я буду использовать браузер и буду использовать какой-то редактор кода. DS-код, IntelliJ, что-то еще. И это работает хорошо, но есть и достаточно большой объем других инструментов, неографических, которые могут выполнять часть задач графических инструментов. И плюс, кроме того, они могут использоваться в задачах, в которых графические инструменты использоваться не могут. В частности, это либо не могут, либо могут использоваться с очень большими ограничениями. В частности, это задачи автоматизации. Когда мы говорим про CICD, инструменты, инструменты автоматизации, зачастую мы будем использовать инструменты, у которых есть интерфейс в командной строке. По одной основной причине их проще интегрировать в CICD в пайплайне. Второй аспект, это дело субъективное, это минимализм. CLI и те инструменты, терминалы юзера интерфейса, чаще всего они будут более минималистичны по своему интерфейсу, чем графические. Иногда это плохо. Например, CPI редактировать интеграционный поток из терминала будет очень проблематично. Для этого нужен какой-то графический интерфейс. Для многих задач. Но есть аспекты, где это, в общем-то, и хорошо. Не отвлекают дополнительные элементы. Можно сфокусироваться на каких-то точечных конкретных задачах, сделать их и двигаться дальше. Вот, собственно, мотивация была для этого, для этого моего выступления. И теперь давайте перейдем к практической части. Все мое выступление будет. Это демонстрация разных инструментов, которые я постарался максимально интегрировать вместе и посмотреть, как они вместе работают. Инструменты open-source, инструменты бесплатные. То есть, если у кого-то будет желание посмотреть их, поразбираться, и сам инструмент, и его исходный код, они все есть на GitHub. Итак, начнем мы с того, что посмотрим на, собственно, tenant, то есть то, что вы видите перед собой сейчас на экране, это типичное представление tenant integration света Саповского. Это демо tenant free-term, который я использую. Я импортировал несколько пакетов и создал пару своих пакетов. То, что обычно видит разработчик CPI, когда он начинает работать. Посмотрим по несколько потоков. Потоки очень базовые. Меньше. Потоки очень базовые. Моя задача была здесь не показать, собственно, продукт, а показать, как мы можем взаимодействовать с этим продуктом извне. Что у нас есть перед глазами? У нас есть несколько потоков. Два пакета я создал. Демо 1, демо 2. И в них создал потоки 1, 2, 3. В них практически ничего нет. Это пустые потоки. Единственное, что у них есть, это их можно вызвать по HTTPS. Они все начинаются с демо, и потом идут по 1, по 2, по 3. В реальной жизни, конечно, такие потоки не используют. В реальной жизни потоки значительно более сложные. В них значительно больше различных шагов, ветвления. Но принципы, которые мы с вами рассмотрим сейчас, не особо зависят от сложности потока. Они применимы, поэтому я и решил, чтобы не отвлекаться на, собственно, сференную специфику, взять со основы какие-то очень простые потоки. Это будет наша основа. И один элемент в демонстрации, который я бы хотел показать, это если мы хотим что-то поменять в потоке. Обычно мы пойдем в редактор потока, в режиме редактирования, начнем править шаги их настройки. Например, тот пример, который я разберу, нам потребуется заменить префикс URI у нескольких потоков. И если мы говорим про массовые изменения, как это будет выглядеть, обычно разработчик будет искать те потоки, где нужно делать изменения, заходить в каждый поток, делать изменения, сохранить и деплойить. Работает, но работает на небольшом количестве изменений. Если мы говорим про 1, 2, 3 потока, 5 потоков, это выполнимо. Если мы говорим про несколько сотен, которых нам нужно сделать одно и то же изменение, это тоже выполнимо, но это потребует достаточно существенного количества времени. И давайте тогда сейчас переключимся на... Уйдем от браузера и перейдем в терминал. Собственно, основная часть выступления у нас будет на темном фоне. Давайте я сейчас перейду на весь экран. Так как мы говорим про SLA-2 инструмента, то основной инструмент, в котором мы будем работать, это будет наш терминал. Преимущество таких инструментов, то, что они очень портируемы, то есть их можно спустить на очень большом спектре систем, устройств, о чем я говорю не только про ноутбуки. И давайте мы тогда сделаем следующее. Первое, что мы будем использовать, и основана демонстрация, это будет текстовый редактор. Почему текстовый редактор? Все, что мы настраиваем в CPI в потоке, несмотря на то, что мы работаем с графикой и используем графические шаги, и включая некоторые шаги типа скриптов, типа XSL, стил, трансформации груза, JavaScript, скриптов, все это можно представить в виде текста. И скрипты сами по себе, это тоже текст. Все, что мы делаем в CPI-редакторе, генерирует определенным образом собранные XML-документы и дополнительные документы, файлы свойств. То есть это все текстовая информация. А раз это текстовая информация, то нам потребуется текстовый редактор, для того, чтобы ее редактировать. И пусть редактирование из текстового редактора не настолько приятно, как редактирование в графическом интерфейсе, у него есть определенные плюсы. Мы можем быстро что-то искать, можем быстро что-то менять и менять это массово. И мы можем быстро выполнять анализ на больших объемах данных. Я говорю не про BigData, я говорю про то, что, например, нам нужно проанализировать, выполнить какую-то проверку для всех потоков теннета или для определенной группы потоков теннета. Все это значительно проще, на мой взгляд, делать из инструментов, из текстовых редакторов. Опять же, мы могли бы использовать инструменты вроде VS Code или Eclipse, или T-LiJ, или что-то еще. Я буду использовать инструменты терминали. Первое, что мы сделаем, это мы посмотрим, насколько быстро можно подготовить рабочее пространство разработчиков в NeoVim. И я буду использовать NeoVim. Для этого, почему NeoVim? Потому что он очень расширяем. Сам по себе он обладает хорошим функционалом текстового редактора, но основная мощь его в том, что мы можем подключать различные плагины. Это одновременная мощь и боль. С одной стороны, мы можем настроить практически все в NeoVim, вплоть до того, как выглядят окошки, какие инструменты вызываются, как с какими параметрами. С другой стороны, на это может уйти очень много времени, потому что каждый разработчик может выбрать какую-то специфичную к оптимизации, какой-то плагин. Возможно, потребуется написать свой, если такого плагин нет. Что я делаю? Я сначала удалю всю настройку NeoVim из моего компьютера. То есть мы будем работать с чистым NeoVim. И сейчас я перейду. Задам папку. Пустую папку. У нас вся работа будет выполняться в ней. Если я сейчас выполню NeoVim в своем компьютере, то я увидю, что примерно следующее. Это то, как нас встречает базовый чистый NeoVim без каких-либо настроек плагинов. Как с текстовым редактором? В нем работать можно, но под нашей задачи такому функционалу не хватит. Поэтому мы сейчас выйдем из него NeoVim и сделаем следующее. В процессе подготовки к выступлению я подготовил настройки, которые нужны мне. Я их залил на GitHub в свой репозиторий. Что я сейчас делаю? Это я просто скопирую, склонирую репозиторий. Ну и собственно репозиторий мне не потребуется. Я его удалю. Мне потребуется только текущее состояние рабочей директории. Теперь настройки у нас есть. Те настройки – это набор файлов. Они могут быть либо нимф скриптовые файлы, либо более современные. Это написано на языке Lua. Я использую сейчас Lua конфигурацию. То есть все плагины, все взаимодействия, все настройки горячих клавиш, все это прописывается в тех, кто в конкурсионных файлах, что делает быстрым перенос настройок с одного компьютера на другой. Или если нужно эти настройки, настройки поделить с кем-то. Следующий шаг. Мы выполнили NeoVim без настроек. Сейчас мы выполним команду. И давайте посмотрим, насколько быстро настройки подхватятся, и NeoVim будет готов к использованию. Я выполняю команду. Пошло скачивание всех плагинов, которые у меня настроены были, которые описаны в репозитории в настройках. Все, готово. Сейчас у нас среда готова. Она сейчас настроена под работу с XML, с JSON, с Go. И технически можем подключать другие языки, которые нам потребуются. У некоторых языков поддержка лучше, у некоторых хуже, но здесь как раз тоже один из плюсов NeoVim, то, что он очень шире. Можем найти плагины, если не под отсчет, то под очень много. Вот у нас окошко NeoVim, и к нему я уже подключил несколько инструментов, которые будут себя специфичны. Мы посмотрели на себя с точки зрения браузера. Давайте мы сейчас посмотрим на тот же Tenant, на рабочее пространство Tenant, но уже из терминала. Для этого я буду использовать как инструмент, называется теперь навигатор. Функционал, он показывает, дает возможность посмотреть, что находится в Tenant. То есть мы можем слева пролистать в списке пакетов все то, что мы видели в графическом интерфейсе. Можем походить по пакетам, посмотреть, что есть в них. И для каждого элемента, будь то пакет слева или потоки, мэппинги, коллекция скриптов, в пакете мы можем снизу посмотреть общую информацию. Что за пакет, что за поток, кем менялся. Можно его редактировать, нельзя ли его редактировать. Пока что этот инструмент не позволяет скачивать артефакты. И пока что этот инструмент не позволяет загружать, делать какие-то изменения, не загружать в Tenant. Технически это можно расширить, можно дописать этот функционал. Пока что функционал базовый. Изначально он задумывался показать, что мы в командной строке быстро можем просматривать то, на что у нас идет значительно больше кликов, если мы будем делать это через браузер. Какая мотивация еще была для этого инструмента? То, что у нас, по сути, этот инструмент заточен под CPI, но его можно адаптировать под просмотр абсолютно всего. Потому что то, что он делает, это он использует API, который предоставляет CPI, для того, чтобы вычитывать информацию по объектам, спискам верхнего уровня, пакетам, и проваливаться потом, смотреть, что в этих пакетах есть внутри. По объектам и по их свойствам. То есть, если система предоставляет какие-то API, которые можно вызвать, можно этот инструмент переписать, адаптировать и использовать как такой вот браузер. Он не претендует на аналог просмотра пакетов и объектов в CPI в браузере, конечно, то есть это очень минималистичная версия. Ее плюсы – это то, что она быстрая. То есть, быстрый просмотр, быстро посмотреть какие-то потоки, быстро посмотреть какие-то объекты в Теннете. Можно, а потом уже можно двигаться дальше и либо скачивать, мы сейчас посмотрим, либо переходить в браузер и редактировать, смотреть, анализировать эти объекты дальше в браузере. Посмотрели. То, что нам нужно, вот у нас два пакета, демо 1, демо 2. Демо 1 мы посмотрели в браузере. Демо 2 – это еще два потока, наверное, потому что потребуется в демо. Вернемся обратно. То, что мы сейчас видели, сам инструмент – это терминальный инструмент, мы можем выполнить его, нам не нужно его для этого, мы можем выполнить его из командной строки. То, что я сейчас показал, как мы интегрировали этот инструмент и, по сути, вызвали его в окошке неума. Один и тот же инструмент. Посмотрели на tenant, теперь нам нужно как-то скачать содержимое tenant для того, чтобы можно было его редактировать, искать, и для этого мы будем использовать другой инструмент, который называется FlashPipe. Это разработка одного из PIPO, CPI разработчиков, архитекторов, МСВ. Она тоже выложена на GitHub. Что мы сейчас делаем, это мы будем скачивать, с помощью его разработки, содержимое tenant в себе на локальный компьютер. Сейчас спущу. Это еще один инструмент командной строки. Спектр его применения значительно шире, то есть я буду использовать его только в двух сценариях, это скачать содержимое tenant, потом мы изменим содержимое tenant и загрузим изменения обратно. В действительности он может синхронизировать содержимое tenant с гид-репозиторием, он может вызываться по событиям, например, по гид-экшнс и Azure Pipelines. Сейчас поддерживается, он расширяем. То есть инструмент может активно использоваться в ICD-пайплайнах. Я буду его использовать вне ICD, я буду его использовать у себя на рабочем компьютере. Все, я скачал. Что мы можем дальше? Сейчас у нас на компьютере появилась копия всех редактируемых пакетов. Мы дальше можем их просматривать, можем пробовать что-то в них изменить. Для этого у нас есть браузер, мы можем использовать браузер прямо в NeoVime. Тут есть несколько вариантов. Более того, есть некоторые варианты, которые поддерживают работу с объектами просто как с обычными строками. То есть можем создавать файлы, пакки, как будто бы это строки текста. Вот у нас несколько вариантов разных логинов. Я покажу вариант, который более похож на то, что мы работаем с командой строки. То есть вот, пожалуйста, мы можем посмотреть, что у нас скачалось. У нас два потока, D1, D2. Мы можем попроваливаться, посмотреть, что внутри. Как я и сказал, это все описано в текстовом формате, поэтому все настройки iFlow они здесь у нас на компьютере. Теперь мы можем с ними работать. Давайте мы отсюда выйдем, посмотрим, например, мы можем поискать все потоки, все файлы потоков. Как я и сказал, это определенного образа XML-файла, который использует PPM-нотация для описания всего, что мы наставили в графике. И что мы сделаем следующим шагом? Первое, что мы можем сделать, это мы можем провалиться в любой файл от текста и редактор. Ниодин позволяет очень быстро перемещаться, выделять какой-то текст. Мы можем выделить все, что находится между тегами, можем выделить какую-то строку, блок строк, заменить. В этом очень большая мощь Vima. Для этого нужно запоминать такие конструкции, как VimMorions. То есть сочетание клавиш, которые позволяют быстро выделять, редактировать текст, изменять, удалять текст. Это все доступно здесь. Более того, мы можем посмотреть структуру файла, так как это текстовый файл и полуструктурированный, то мы можем посмотреть, навигировать по нему с помощью встроенного навигатора. Мы можем делать изменения. Более того, если я сейчас начну делать какое-то изменение, например, здесь поставлю на ноль, давайте посмотрим на другую интересную вещь. Опять же, это еще один плагин. Мы можем смотреть все изменения, всю историю изменений. Посмотрите, пожалуйста, то, что вверху-слева происходит. И то, что еще мы можем делать, это мы можем легко откатываться. Можем легко переходить между изменениями. Я сейчас делаю и протереть меню на труб. и у нас получается такое ветвление. И мне лично это очень напоминает ветвление гита. То есть те изменения, которые мы коммитим в гитрепозитории, представляются в виде коммитов и веток. Столь шагницы, что мы еще ничего не коммитили. То есть все это дерево изменений хранится в памяти у нас на компьютере. Получается, что разработчик, если делает много изменений, он может быстро откатываться, переходить на изменения, править с какой-то точки до того, как они что-то закоммитили в гитрепозитор. Это один из функционалов, который в гитр существует с помощью плагина графического. Сам существует в коробке. Давайте мы это закроем. И что мы с вами сделаем? сейчас давайте все закроем вернемся. Мы хотели поменять префикс с демой. Давайте поменяем его на пи-мон во всех потоках, где он встречается. Поиск это еще одна утилита, которая основана на грепе, на команде греп, оптимизирована под работу с большим количеством текста. Называется rip-креп. Что мы сделаем? Мы посмотрим, где встречается слово демо. И вот мы нашли мета-данные потоков, потому что они называются демо, а пакеты называются демо. Нам нужно их изменить. Для этого у нас есть несколько инструментов. Первый инструмент это спектр. Он очень похож с точки зрения UI на то, что мы видим, например, в VSCode или других графических редакторах, когда мы хотим что-то изменить в тексте. Можно использовать его как вариант. Я буду использовать другой подход. буду использовать сначала мы посмотрим те файлы, которые нам нужно изменить, а потом мы перекинем и сделаем сменю. что нам нужно будет изменить? нужно будет изменить первый поток. Давайте изменим все потоки, все три потока. Что мы сейчас делаем? Мы перекинем их в так называемый QuickFix. Это специфика неувима. Это та сущность, которая позволяет нам быстро менять или выполнять какие-то операции над группой объектов. И когда я в начале выступления говорил про то, что мы можем делать много изменений достаточно быстро. Это как раз один из функционалов, которые нам позволяют это делать. У меня сейчас три объекта, которые я хочу принять, три описания iFlow. Технически их могло быть значительно больше. Вот он нашел, мы можем посмотреть, что он везде нашел demo flow1, flow2, flow3. Мы сейчас хотим все это поменять. Я заменю demo заменю первым. давайте так сделаем. теперь если мы посмотрим поищем мы найдем, у нас появился, но пока что все это хранится только на компьютере. пока что никуда это не отправили. И так как у нас сейчас гид репозиторий есть, то, что я забыл сказать, FlashPipe работает с гид репозиторией, поэтому там важный момент что у нас изменения контролируются гидом. Когда я выполнял snapshot tenant, то одной из команд в скрипте собственно в папке, который мы создали, гид репозиторию был интересирован. То, что мы можем делать дальше, это мы можем посмотреть, что у нас в гид репозитории сейчас. Опять же, еще один инструмент, мы могли бы использовать нативные команды гидом, мы могли бы использовать графические гид клиенты, я использую еще один инструмент, который вызывается из него Vima, LazyGid. Мы видим все три потока, три файла, которые мы меняли, пока что они, опять же, мы их никуда не закоммитили, давайте мы вот что сделаем. для начала поместим в staging. Готово, одной кнопкой, одним нажатием. Теперь в staging, пока еще не в коммите. И сейчас я бы хотел остановиться. Предположим, что сейчас у нас изменение простое, но предположим, мы делали сложные изменения, и перед тем, как что-то коммитить, мы бы хотели выполнить статические проверки, выполнить какой-то статический организатор кодек. Для кода у нас есть, для кодовой базы у у нас есть разные инструменты по разной языке. Для CPI есть еще один инструмент, называется CPI-Lint, который мы сейчас будем использовать. Он доступен как инструмент командной строки. Опять же, это инструмент, который я интегрировал в Neogin. И мы сейчас посмотрим, перед тем, как мы что-то закоммитим, прогоним этот инструмент, и он посмотрит на файлы, которые были изменены, на потоки, которые были изменены, все ли у нас там хорошо. Поэтому я пока что выйду из гита и выполню CPI-Lint. Вот так он выглядит. То, что он подсветил. У меня сейчас пока в настройках очень базовые правила. CPI-Lint уже идет из коробки с набором правил, которые мы можем настраивать. Например, можем настроить, какие типы мэппингов мы хотим использовать. Хотим ли мы, чтобы CSRF токены всегда были включены в СТП сандрах или нет. мы можем указать, какие адаптеры мы хотим использовать. Можем указать, какие хотим ли мы использовать стандартные роли или кастомные роли. Сейчас я для того, чтобы он не был пустым результат, настроил его так, чтобы он проверял, используется ли в потоках стандартные роли. Потому что это значит, в принципе, это можно рассматривать как потенциальную уязвимость к точке безопасности, потому что это значит, что с одним и тем же ключом доступа или паролем пользователи или систему смогут вызывать разные инпоинты разных хайфлоу. Часто мы этого не хотим, мы будем создавать кастомные роли и использовать их в разных потоках, чтобы один и тот же ключ мог использовать или пароль мог использоваться только для вызова каких-то определенных хайфлоу. Он подсветил, что действительно в моих потоках я использовал стандартную роль, я не использовал кастомные, но в контексте изменений, которые мы сейчас выполняли, мы крификс меняли, это несущественно. Я это опущу. Главное, что перед тем, как мы что-то куда-то закоммитили, мы быстро проверили себя на предмет каких-то базовых явных отклонений от стандарта. Следующий, CPI-Lint, он может вызываться на разных шагах, я вызвал его сейчас на те изменения, которые мы застейджили в Битте, но которые мы еще не закоммитили, технически мы могли бы вызывать его и в Негита, его можно использовать также в CACD-пайплайнах, то есть можно вызывать вызывать его как из хука для закомичных изменений, ну или просто вызывать командные строки в любое время. И CPI-Lint, и FlashPipe, который я сейчас использовал, мне потребовалось написать обертку над ними, обертка написана на ваши, это ваши скрипты, в основном, чтобы сделать некоторые проверки перед тем, как непосредственно вызывать инструменты. в контексте нео-вима можно было бы написать эти обертки на вим-скрипте или на лоа. Я написал на баше, просто потому, что баше, я валдею, лоа. У меня очень базовое познание виски лоа. Итак, мы сделали изменения, мы их застыжили в гите, мы проверили себя статическим анализатором. Теперь пришло время их закоммитить. И опять я пойду в гид клиент и опять буду использовать его функционал, чтобы закоммитить эти изменения. Давайте я сейчас напишу, что фактор если мы сейчас вернемся в репозиторий, посмотрим структуру изменений, мы увидим, что у нас первый коммит это собственно snapshot теннента, это то, что нам хэшпайп сделал, а второй коммит это мои изменения. Что мы могли бы делать дальше? Мы могли бы отправить их в какой-то репозиторий гид пушем, но в данном случае у меня пока что этот репозиторий только локальный, я его никогда не подключил, поэтому отправить изменения в тенд я буду прямо отсюда. В более сложных проектах и более централизованных разработках скорее всего поток выглядел бы так, что мы бы сделали пуш этих изменений в центральные репозитории, откуда сработал бы CICD pipeline, который выполнил бы статические анализатор линтер или набор линтеров и оттуда уже в случае если проверки успешные выполнил бы теплоэктернат. Я буду делать теплоэктернат прямо отсюда, для этого я опять воспользуюсь флэшпайпом, только другой командой, которая выполняет загрузку. Она загружает не все и CPI-Lint. Давайте сейчас попробую предупреждать. И CPI-Lint и флэшпайп в оберстках я настраивал, чтобы они сканировали не все, что нашли в рабочем пространстве в папке, а чтобы CPI-Lint анализировал только те потоки, которые изменились, по сути, наши три потока, а флэшпайп будет заливать в CPI-Lint изменения, которые мы сделали сейчас, которые находятся в коммите. То есть, если у нас что-то осталось вне коммита, вне последнего коммита, оно в там не попадет. Все готово. Что мы можем сейчас делать? Прежде чем я выйду из терминала и перейду в браузер, я снова перейду в навигатор. Давайте мы посмотрим на потоке тема 1. На дату изменений. Обратите внимание. Сознан был вчера. Перезагруженный точнее был вчера пакет. А изменения произошли уже сегодня, сейчас. Несколько минут назад. Это, собственно, те изменения, которые мы сделали и которые флэшпайп загрузил в Тонет. Хороший показатель. Давайте мы теперь выйдем из терминала. Вернемся в браузер. И вернемся в наш привычный мир инструментов для себя разработчика и, по крайней мере, редакторов потоков. Давайте посмотрим первый поток. Вот у нас изменился и если я сейчас пойду в любой другой поток, который мы меняли, я давайте последний возьму в другом пакете. Вот у нас все эти изменения здесь отразились. Это что касается демонстрации. Теперь немножко про инструменты. Как я сказал, флэшпайп, CPI-навигатор и CPI-лент это инструменты, которые писали члены саб-кабинти. Одни все опенсорственные доступны на гитхабе. Те инструменты, которые мы использовали как поиск файлов, поиск текста. Это тоже инструменты и гит-клиенты тоже инструменты, которые мы могли бы выполнять отдельно. Нам для этого не нужен. Мы могли бы выполнять их просто из командной строки. Например, для поиска файлов я использовал инструмент, который называется FZF, который показывал поиск по файлам и нечеткий поиск. И его тоже можно выполнять вполне себе отдельно в браузере. То есть вот можно искать, давайте, например, поищем. Тоже можно просматривать. Право, то, что вы видите, это просмотр в терминале. Это аналог команды текста, например, и поиск по тексту по файлам. Например, тот же FZF мы можем использовать для поиска по всему. Например, я могу его использовать для поиска процесса на своем компьютере. по каким-то фрагментам терминал, я использовал. То есть, в принципе, эти инструменты достаточно широкого профиля, равно как и поиск по тексту. Тот инструмент, который назвал RIP или, скажем, RG можно поискать его здесь. Поиспользовать его здесь, прямо из командной строки он тоже покажет те результаты, которые мы видели в NeoVim. Единственное, что я здесь создал собственный кастомный тип, он поддерживает много типов с коробки, я создал тип, который ищет только в файлах FLW, это, собственно, файлы потоков CPM. Все это настраиваемо можно использовать текст, можно использовать регулярное выражение. Так что инструменты достаточно универсальные. То, что я сейчас показал демо, это, по сути, небольшой сценарий и небольшой круг спектра использования инструментов. Как видите, да, к этому нужно приводить, да, это инструменты, которые не все могут пригодиться и прийтись по вкусу, и задача не стоит заменить действующие инструменты. Задача скорее стоит показать, что можно использовать что-то еще для каких-то иногда нишевых задач, иногда задач более широкого профиля. И для этого можно комбинировать очень разные инструменты, собирать их вместе, вызывать один из другого и делать такие вот интересные вещи, что-то делать у себя локально на компьютере, что-то можно взаимодействовать с системой. опять же, я использовал CPI, но, как видите, инструменты, многие из этих инструментов, не все, но многие, они универсальны, их можно использовать под очень большой круг задач, и с точки зрения бэкэнда, с точки зрения систем, с которыми мы взаимодействуем, здесь ограничений я практически не вижу, кроме тех, что система должна быть доступна по API, или мы каким-то образом должны уметь вытаскивать из них информацию в текстовом виде. Вот как-то так. Спасибо за внимание. На этом у меня все. Да, Вадим, спасибо. Мне очень нравится подход Вадима в том, что мы все очень много сфокусированы на инструментах класса low-code, и много всяких разговоров и желания построить какой-то волшебный инструмент, который слабо квалифицированному специалисту позволит сделать интеграцию, но на другом полюсе этой задачи стоит высококвалифицированный специалист, которому тоже нужно давать соответствующие инструменты, и Вадим как раз пример такого человека, который собрал себе такой инструмент, и мне кажется, его опыт очень интересен, хотя бы потому, что даже если в наших условиях SAP CPI для нас сейчас не очень актуальный салюшен, но этот подход инструментарий, который он демонстрирует, можно запросто применять в тех случаях, если, например, вы создаете собственную инхаус-разработку в рамках цифровой платформы на обе сортных инструментах с тем же Кэмелом, месседж-брокером в виде Кавки и еще чего-то, и вот там же задача управления точно так же можно конфигурацией, так же можно решать таким инструментарием, но этот инструментарий требует ответственности, требует навыка, и вы, как опытный хирург, должны каждое свое движение в этом инструменте рассчитывать, и это не та вещь, которая легко прощает ошибки, но сам подход очень классный, он позволяет делать много всяких штуковин, которые очень трудно сделать в стандартном UI того же CPI, включая там массовое редактирование, да, или какие-то массовые модификации, опять же, если в наш контекст возвращаться, то для нас, наверное, это близко к задачам, например, миграции с одних шум на другие, когда нам нужно по определенным правилам модифицировать контент из одного инструментария в другой, вот для таких штуковин тоже, мне кажется, такого класса тулы, да, очень, очень могут пригодиться, опять же, это как будто выбор явно не для каждого, а для профессионала под очень конкретные задачи, с четким пониманием, как это применять. Коллеги, вопросы из зала? Давай, Максим. Раз, раз. Максим Поддубный, специалист по интеграции с PO, CPI, работал сейчас в LabSPS с фактором, соответственно, маленький вопрос, можно ли прокомментировать, как именно конфигурируется подключение к репозитарию CPI вот в этих инструментах, это какой-то конфигурационный файл или что-то еще, я имею в виду, где именно прописывается логин-пароль для доступа именно к API-CPI, вот такой вопрос. Хороший вопрос, да, я это не показал, это конфигурационный файл, совершенно верно, FlashPipe и CPI-инвигатор, они сейчас предполагают, что у нас есть ClientID и ClientSecret для того, чтобы подключиться, CPI-инвигатор использует у Аус, чтобы ClientID начался, чтобы вызывать эти API. CPI-инвигатор до недавнего времени требовалось указывать параметрами при вызове сейлой команды. В моей обертке я использовал конфигурационный файл, я использовал Яму, конфигурационный файл, где я все эти параметры собрал, скрипт, по сути, передает эти параметры из конфигурационного файла как аргументы при вызове CPI-инвигатор. Недавно, на прошлой неделе разработчики теперь, может, он опубликовал обновление, там он стал поддерживать возможность аутентификации, извлекая содержимое из сервисного ключа. То есть, если у нас есть JSON представление сервисного ключа, собственно, там тоже ClientID и ClientSecret будут, то можно будет его использовать. Так что ответ до конфигурационного файла, там YAML используется, например, FlashPipe YAML использует нативно, то, где не используется YAML, я использую в оберке. Технически можно использовать любой другой формат. Спасибо, Вадим. То, что я стоит, стоит, наверное, акцентировать внимание на то, что и FlashPipe, и CPI-Lint, и CPI-навигатор, все они используют публичную IP CPI, те, которые опубликованы на IP сапкоме, и для того, чтобы сканировать информацию, показывать, скачивать, и для того, чтобы делать изменения, то, что одним из последних шагов я загружал изменения, из локального коммита в репозитории, для этого используется публичная IP, поэтому любой способ по аутентификации, который публичная IP поддерживает, в данном случае мы использовали AUS, Client Cardinals, эти инструменты реализовали. Вадим, ты поделишься ссылками, где это все на гите лежит, чтобы можно было стащить и попробовать? Да, конечно, если кому-то это понравилось, интересно, давайте так делаем, я пришлю ссылки на гитрепозиторию Ренату, организаторам, и дальше можно посмотреть, как их распространить. Как я сказал, они все опенсорные, вы можете скачивать, а ребята, которые потребуются с точки зрения комьюнити, авторы, очень приветствуют, если у кого-то будут какие-то идеи, или кто-то какие-то баги обнаружил, или какой-то новый функционал, честно скажу, мы с обоими ребятами, с Мортом, с Минс, мы общаемся, не всегда хватает времени на то, чтобы новые фичи реализовать быстро, потому что для нас троих эти три разработки, они, скажем так, факультативное время, поэтому, если у кого-то есть идея по реализации, по улучшению или по фичам, пожалуйста, создавайте ишн в гитхабе, комментируйте, присылайте, мы будем очень рады. Ссылки на инструменты вроде FZF, который использовался для поиска по файлам, RIPGREP, который использовался для поиска по тексту, и NeoVim, и GitClient, LazyGit, я тоже пришлю, они тоже все на гитхабе. Да, Вадим, мы, безусловно, после окончания мероприятия будем собирать все материалы, которые демонстрировались, и тогда я тебя попрошу просто сделать один слайдик с подборкой ссылок, с комментарием, где что, где лежит, где брать, и мы просто в эти материалы тогда эту штуку включим. Отлично. Супер. Спасибо, еще вопросы? Да. Антон Кополов, Oxenix. Вадим, слушай, вот твой инструмент, который ты показал, он очень дорогой, не как инструмент, понятно, что он опенсорсный, а с точки зрения квалификации к сотруднику и цены риска за его применение, цены ошибки, может быть, ты озвучишь какие-то примеры, когда применение его экономически оправдано? Я так скажу, что там основа примера была основана на ГИТе, если я отложу себя навигатор в сторонку, и, собственно, ГИТ, контролирование версий изменения ГИТОН, это то, что очень долго просят от продакт-менеджмента, интегрешн-эсвитая, CPI в частности, и то, что пока что слабо реализован. И поэтому комьюнити, другие внешние компании, они разрабатывают разные инструменты, которые с помощью API могут контролировать изменения во внешней декрепозиторию. И вот это, мне кажется, основной плюс, который у этих инструментов есть, это то, что изменения, которые мы делаем, не только изменения скриптов, которые мы можем контролировать изменения и только импортировать потом в ТНТ, а в том числе изменения, которые мы делаем в iFlow. мы можем тоже контролировать с помощью гитарь, и второе, это мы можем их бакапить. То есть, мы можем использовать гитрепозитории как бакап определения iFlow, настройка iFlow. По поводу того, что мы делали для, то, что мы изменили локально и потом закоммители, совершенно верно. Если неправильно поправить конфигурационные файлы iFlow, например, не выдержит структуру и допустить какие-то семантические ошибки, этот iFlow работать не будет. Поэтому здесь важный вопрос, почему я CPI-Lint поставил в пример, потому что здесь важный вопрос будет использование линтеров и статических анализаторов кода. То есть, насколько детально мы сможем проработать проверку таких ошибок или каких-то не лучших практик в правилах, которые будут выполняться линтерами. либо я выполнял вручную еще до коммита, либо по-хорошему в рамках CACD пайплайна. То есть, насколько мы сможем обезопасить, с одной стороны, контролировать изменения, с другой стороны, обезопасить тенант от принесения изменений, которые содержат такие вот ошибки. По поводу CPI-Lint могу сказать, что он написан на Java, много используется XLC, так как там по сути XML, многие файлы это XML, автор этого инструмента активно использует XML инструмент для анализа. И для такого рода разработки можно ее расширять, можно дописывать свои правила, в том числе проверка по каким-то существенным шагам. Опять же, я не вижу способ, такой вот способ редактирования текста, как какой-то мейнстрим, как какой-то активный использующий способ, потому что действительно, первое, он не очень интуитивный, то есть человек, который делает изменения, который даже анализирует настройки iFlow в текстовом режиме, человек должен представлять, что он ищет, он или она ищет, и какая структура файлов, то есть что они собираются поменять и на что это может повлиять, и вообще могут ли они какие-то эти изменения делать. В тексте можно что угодно поменять, насколько это станете будет принято или не принято. такие инструменты, скажем, они, я бы сказал, что это для нишевых кейсов, это не для общего сценария. Есть такие аспекты, как контроль изменения, бэкап и статический анализ линтера, которые могут позволить нам расширить тот функционал, который сейчас CPA есть. CPA и сейчас появляются инструменты дизайн-гайдлайн срунц, где мы можем включить-выключить базовые проверки, но они пока что не расширяемы. То есть, если у нас в организации есть какие-то свои лучшие практики, мы хотим их автоматически проверять линтерами, пока что мы CPA инструменты нативные для этого использовать не можем. Ну, собственно, из-за этого возникают такие инструменты, которые пытаются сделать это извне. Я попробую немножко тему прозвивать. То есть, программа минимум — это компенсация недостатка функционала у вендоров в части работы с ГИТом. Это базовый сценарий, когда тебе нужно слепки массово твоих артефактов куда-то в ГИТ складывать и консистентно этим управлять. Причем, Вадим показывал, что ты можешь контролировать изменения еще до того, как зальешь ее в ГИТ. То есть, это прям интересная фича. То есть, не после, когда ГИТ уже дельты считает, а ты прям у себя в клиенте это видишь. Это необычно. И ну и вторые, наверное, это кейсы, это какие-то вот сценарии сопровождения и поддержки большого количества сценариев одновременно. То есть, не могу себе представить, что это команды сервис-инженеров, которые там работают с тысячами потоков у разных клиентов, которые много типовых операций каждый день выполняют одинаковых. и просто оверхед, который ты получаешь от уртинных операций в WebUI, для таких специалистов на таком количестве операций это роскошь. Вот такие инструменты, конечно, позволяют очень повысить эффективность таких инженеров. Возможно, стоит добавить, что я показывал пример, где мы меняли что-то в настройках High Flow массово. В области использования может быть это и только анализ. То есть, мы можем скачивать, мы можем анализировать либо с линтерами, либо вручную, так как это текст, то есть, можем регулярное выражение использовать для того, чтобы быстро находить, например, все точки, где встречается какая-то настройка. А потом уже смотреть, например, для того, чтобы оценить, если мы хотим что-то поменять или, например, если у нас какая-то функциональность будет отключена или уже не рекомендуется, быстро оценить в каких потоках, в каких объектах что-то может сломать. Так, Вадим, у нас еще вопросы из аудитории. Секунду. Алексей Дороньки, стоит CT и TP. Вопрос такой, я правильно понимаю, то что, ну, если использовать в качестве CACD этого всего, диплоймента, то мы можем закоммитить, по ходу там все это в гид коммитится, и когда мы уже диплоим на прот или еще что-нибудь там куда-нибудь, на другую среду, то мы там переменными меняем значение, и оно уже там с нужными конфигурациями уходит на нужную среду. То есть, все это можно так использовать или нет? А если говорить по конфигурации, про экстернализированные параметры iCloud, то есть, если потоки были разработаны и у них параметры были экстернализированы, то да, можно подменять значение. А если мы говорим про анализ, статический анализ или изменения, которые мы делали, то в принципе, если это статические изменения, то получается, они между всеми средами одни и те же будут. Но опять же, если мы делаем изменения в каких-то параметрах, которые экстернализированы, то да, мы потом можем подменять. Спасибо. По поводу первая часть, по поводу CICD, совершенно верно. То, что я показывал, я не коммитил никуда в репозитории типа GitHub или GitLab или какой-то организационный репозиторий. То есть, я пока что репозиторий хранил только у себя на компьютере, создавал и хранил и все из них делал. В проектах в такой эксплуатации я бы видел это тоже, что часть задач мы можем выполнять до того, как мы сделали коммиты, запущили его в репозитории. То есть, скажем так, это превентивные какие-то проверки. Но основная часть обязательных проверок она будет выполняться в CICD и инструменты, ну, кроме CPI-навигатора он графический, CPI-Lint и FlashPipe, какие-то другие инструменты линтера, если, например, мы скрипты хотим код скриптов правонализировать, оценить, они все будут выполняться как шаги пайплайна. Ну, и тогда уже скорее более вероятно, что они будут выполняться уже после коммита. Ну, или по событию коммита. Андрей Олейников, ГПНЦР. Еще вот вопрос такой, мы посмотрели как менять что-то, посмотрели как анализировать, а можно ли, насколько, вернее, трудоемко будет создать там десяток iFlow, сотню новых iFlow с помощью там этого инструмента и вообще возможно ли это? Очень хороший вопрос. Я бы сказал, что гипотетически должно быть возможно практически воссоздать структуру iFlow со всеми вот этими элементами. Более того, многие из этих элементов свойства, они очень такие унифицированные, абстрактные. Я бы сказал, что в принципе создание iFlow XML с нуля это будет достаточно такая нетривиальная. То есть для каких-то базовых iFlow это то, что инструменты миграции, например, представляют, когда мы мигрируемся с PIO на CPI, они позволяют создать CPI на базе ICO они делают, но, насколько я знаю, там они в основном отрабатывают по стандартам сценариям. Если у нас какие-то специфичные настройки, они не всегда этот перенос делают. То есть они всегда могут транслировать настройку PIO в аналогичную настройку CPI. Если говорить про какой-то сложный поток, не миграция, а поток, разработку потока с нуля, то как не видится, если у нас есть какие-то шаблоны для потоков, например, у нас есть какие-то лучшие практики и есть набор таких-то типовых сценариев, где мы можем отталкиваться от шаблона, а не с нуля, то тогда можно использовать этот шаблон за основу и потом добавлять, менять какие-то фрагменты айфлол. Создавать его с нуля для сложных айфлол, я думаю, что это будет достаточно непростая. Я не вижу в этом технической невозможности, потому что по сути мы все равно работаем с BPMN, выраженным XML, и основные сущности, которые мы используем, это сущности апотекану. Просто, мне кажется, сама задача будет достаточно трудоемкой. Спасибо. Так, еще вопросы зала. Дмитрий Котов, компания TechForward. В ходе обсуждения такой вопрос возник очень интересный. Наверное, можно использовать это средство для транспорта между ландшафтами. Если, например, мы меняем просто экстренуальность по параметре какие-то, то есть, как бы, это напрашивается решение. Вопрос такой, что есть какие-то варианты, как-то, может быть, какие-то правила создавать, чтобы более автоматизировать изменения. Либо просто нужно каждый раз будет уже вручную все делать, регулярными режимами искать что-то, применять или как-то. То есть, вот такого характера вопроса. По поводу первого, совершенно верно. Flashpike, в частности, он поддерживает сравнение Тонента. И он может, опять же, так как он основан на ГТ, то интегрировать его в транспортную систему САПа, будь то CTS+, или CloudThemos, я думаю, будет проблематично. Но если мы будем использовать Digit как основу для хранения кода и для деплоя на тестовую систему продуктивно, тогда да. То есть, те инструменты, они могут, мы можем параметризовать их, использовать какие-то переменные, которые будут подставляться. Вопрос только в том, что насколько эти изменения будут затрагивать изменения кодовой базы, которые мы обхватим. Потому что, если эти изменения уровня переменных окружения, которые на лету можно рассчитать или подставить из какого-то конфигурационного файла считать, тогда хорошо. А если эти изменения мы должны каждый раз перед деплоем следующий тенант менять и снова коммитить, я бы так и посчитал, что это будет не очень оптимально. Потому что, по-хорошему, у нас кодовая база, которую мы в ДТО коммитим, должна быть достаточно универсальной и не содержать какой-то информации специфичной для тенанта. То есть, все, что специфично для окружения, оно должно передаваться переменам для окружения. Вот для такого установления я бы видел это использование. По поводу какого-то автоматизированного изменения, я показал, как я руками менял эти значения. В принципе, я думаю, что можно написать какие-то либо скрипты, либо в инструментах использовать, чтобы они либо статически тягают, статически тягают, либо по регулярным выражениям искали меняли. То есть, все, что я сделал руками, вручную, я думаю, что тот же самый рикгреб, инструмент, который я использовал для поиска, мы можем также его использовать из скриптов. Когда я говорю скрипты, не только баш-скрипты, у них есть реализация из библиотеки реализации под разные языки, то есть там C, Java, еще какие-то языки, не буду врать насчет Python, Java, скрипта, но у них есть поддержка для того, чтобы вызывать эти библиотеки из других языков. Ну и опять же, так как это текст, любая библиотека, которая может работать, например, с XML, мы можем ее использовать для того, чтобы распарсить файлы, чтобы сделать какие-то проверки изменения. Да, спасибо. Так, еще вопросы? Вопрос такой, а часто отваливается инструмент после фикс-паков или еще после каких-то миграций, обновлений? У меня большой статистики нет. Та компания, для которой я сейчас работаю, она сейчас пока эти инструменты не использует. От авторов я не видел, я сейчас вспоминаю с точки зрения изменений, которые они делали, я не видел, чтобы они активно что-то фиксили в своих инструментах, что-то, что было связано с тем, что их инструменты перестали работать после обновления теннета. Мне кажется, что просто прецедентов еще не было. Это может быть либо потому, что они достаточно универсальны, и API, которые они используют, CPI-ные, достаточно независимо от каких-то изменений, которые происходят в теннете, либо изменения обратно совместимые, либо то, что инструменты используют, скажем так, активность использования инструмента. Спасибо, еще вопрос? Добрый день, Алексей Грибанов, Вадим, спасибо огромное за доклад, очень вдохновляюще. Я уже думаю, как его применить. И у меня несколько таких уточняющих вопросов по поводу вспомогательных утилит, которые ты использовал для, собственно, сначала скачки всех кишок, так скажем, наших потоков, и потом оплода обратно. Вопрос такой, коллега уже спрашивал, как это конфигурируется, нужны ли какие-то дополнительные, собственно, чем это, в моем понимании, это такой реально очень низкоуровневый вызов API, которые могут вызвать ошибки при обратной закачке, и, собственно, систему всю сломать. Как и Ренат говорил, очень высокая цена ошибки и требует большой квалификации. Соответственно, нужны ли какие-то суперполномочия, чтобы вызывать эти методы API для чтения и для, соответственно, записи содержимое этих файлов конфигурационных. И в продолжении этого вопроса касаемо утилиты, которая проверяет собственно. Понятно, что мы хотим минимизировать ошибку, мы все люди, можем что-нибудь там, тег не закрыть, и все попало. Соответственно, вот та утилита, которая верифицирует наш код, наши файлы перед, она поддерживается просто на энтузиазме неким человеком и ничего гарантировать не может. Верно, я понимаю. По поводу... То есть, никаких, извини, что перебил, никаких инструментов у CPI, там, у SAP нет, что мы реально как бы можем им на вход закинуть файлик и спросить, ребята, этот конфигурационный файл точно будет нормальным? Понял вопрос. По поводу первой части, по поводу... Так, 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 сейчас фермерку вопроса. По поводу инструментов. Да, вот эти три инструмента, CPI-специфичные инструменты, они держатся на энтузиазме авторов и контрибьюторов, то есть, это не коммерческая разработка. По поводу того, что... Я тут вмешаюсь, просто как бы авторы, это люди типа Вадима, INXV и других, в общем, апологетов и патриархов SAP-комьюнити, поэтому я думаю, что эти-то ребята не исчезнут послезавтра никуда. Ну, CPI-навигатор, это я писал, и он сейчас пока базовая функциональность, я его, в принципе, задумывал только изначально как демку показать, что мы те инструменты, которые в CLI вызываем API, мы их же можем использовать, чтобы использовать терминальный инструмент в той инструменте графики, и чтобы показывать, что мы быстро можем смотреть tenant без скачивания чего-либо, то есть CPI-навигатор ничего не качает на локальный компьютер, он только подключается к tenant и показывает только то, на что у него доступно. CPI-Lint, линтер, который мы использовали для статического анализа, это Morton и Flashpike по этой инфе. То есть, за нами, по сути, не стоит группа разработчиков, действительно, это держится на энтузиазме и свободного времени. По поводу того, что инструмент может что-то сломать, Flashpike, CPI-Lint, CPI-навигатор, они сами по себе ничего не меняют. То есть, все, что мы меняем, это мы контролируем изменения в текстовом редакторе или как-то. Сами инструменты, CPI-Lint может использоваться для статического анализа по правилам, но он не делает проверку XML-документа. То есть, если мы хотим удостовериться, что сам XML-документ корректный, например, что мы все теги закрыли верно и что структура верная, я бы тогда сказал, что мы можем по структуре, я пока не буду комментировать, по самой семантике XML-документа, что мы можем использовать общие XML-инструменты, чтобы свалидировать, что XML-документ корректен. По семантике, если у нас есть схема, то мы, в принципе, можем валидировать по схеме. Но, опять же, то, что мы видели, мы заметили, что структура XML-документа iFlow, она очень общая. То есть, для того, чтобы проанализировать все элементы, которые понравятся или не понравятся тенанту, потребуется достаточно много усилий, чтобы все эти проверки реализовать. Пока что я не видел инструментов, которые бы все такие проверки делали. CPI-Lint, он больше ориентирован на проверку относительно каких-то лучших практик или практик компании. Он не нацелен на оценку структуры XML-документа с точки зрения валидной это слово или нет. Поэтому вариант, если мы что-то поменяли снаружи тенанта, это действительно деплоить в тенант и проверять, понравится, не понравится. То есть, мы собираем zip-файл со всеми артефактами, импортируем, и если тенанту что-то не понравится, то он рубнется с ошибкой. Мы узнаем. Можно попробовать эти проверки реализовать извне, вне тенанта, но опять же, я бы видел тогда, что может быть CPI-Lint может быть расширен таким образом, или это даже может быть отдельный инструмент, который будет направлен чисто на валидацию, что у нас корректные файлы сфольств, корректные файлы айфл, XML. Но, скажем так, потребуется приличная работа, и я бы сказал, что, наверное, потребуется такое очень плотное взаимодействие с САПом для того, чтобы понять, собственно, как эта структура формируется этого файла, и из того, что мне известно, пока что эта информация не опубликована, она, скажем так, не ориентирована на то, что эти айфл будут собираться снаружи. САП пока что не предоставляет каких-то SDK или каких-то гайдлайнер по поводу того, как мы можем такие файлы конструировать или валидировать вне себя и тенденда. По поводу ценно-ошибки, то, что вы вначале сказали, совершенно верно, я тоже вижу, что эти инструменты, я считаю, что они скорее нишевые и для определенных задач, нежели для широкого спектра и большого круга разработчиков. Да, Вадим, спасибо тебе большое. Давайте поаплодируем, Вадим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.